Гиперзвуковой тематикой в США занимаются не только лидеры авиационной и ракетной отрасли, но и молодые компании, созданные специально для таких проектов. Одной из них является фирма Heormis Corporation, основанная в конце прошлого десятилетия. В настоящее время она занимается линейкой экспериментальных летательных аппаратов Quarterhorse. Главной задачей Heormis Corporation было объявлено создание многоцелевых воздушных платформ с гиперзвуковой скоростью полета, пригодных для применения в военной и гражданской сфере. Понимая уровень своих возможностей и компетенций, в компании решили не начинать с разработки полноценного проекта гиперзвукового летательного аппарата. Сначала решили провести необходимые исследования. Потом на основе их результатов создать экспериментальную технику и лишь после этого переходить к основной задаче. Предварительные исследования завершились в 2022 году, что позволило компании Heormis перейти к разработке и строительству изделия Quarterhorse MK-0. Этот беспилотник предназначался только для наземных испытаний в виде рулежек и пробежек, что позволило упростить его комплектацию, а также ускорило разработку и сборку. Готовый БПЛ-а MK-0 представили в октябре 2023 года. Параллельно шла разработка первого летного БПЛ-а под названием Quarterhorse MK-1. По своей конструкции он похож на предыдущий образец, но отличается более полным составом оборудования, соответствующим предстоящим испытаниям. Его сборка завершилась в конце марта, и сейчас скаковая лошадь MK-1 готовится к предварительным испытаниям на Земле, после которых начнутся тестовые полеты. Этот БПЛ-а, несмотря на характерный экстерьер, является дозвуковым. Его задачей является демонстрация работы бортовых систем, но не достижение высоких скоростей полета. Опыт проектов Quarterhorse MK-0 и MK-1 будет использован на финальной стадии разработки следующей летающей лаборатории с индексом MK-2. Это будет полноценный сверхзвуковой БПЛ-а с максимальной скоростью порядка 4 маха. Предполагается, что Quarterhorse MK-2 удастся построить до конца следующего, 2025 года, и вскоре после этого начнутся летные испытания. Впрочем, сроки выхода на сверхзвуковые режимы и достижения максимальных скоростей пока назвать не могут. Параллельно с работами по летательному аппарату велась разработка двигателя Chimera. Его первую версию построили на основе серийного TRD General Electric J85. Исходное изделие дополнили прямоточным контуром собственной разработки. Осенью 2022 года такой двигатель прошел испытания и подтвердил возможность работы на двух режимах. Продолжение следует...